За всю свою историю я не припомню ни одного человека, который не мечтал бы о большой квартире в центре, о крупном загородном доме, но наш сегодняшний герой переплюнул их всех. У него есть свой собственный замок. Давайте знакомиться. 20 лет назад столичный житель, полковник в отставке и бизнесмен Иван Печинский решил начать реставрацию Любчанского замка. Всю свою историческую ценность крепость 16 века прятала под грудой руин и времени. Воссоздать ее не ремонт в квартире сделать. Почему за такое нелегкое дело взялся обычный человек? Сейчас узнаем. Здравствуйте. Здорово. Последний раз я замок видел в компьютерной игре, и тот не настоящий. А это ваше? Ну, как бы тебе это сказать? Наша, ваше. С 2003 года я занимаюсь восстановлением этого замка и как бы являюсь владельцем, потому что ключи у меня. Начали с одной башни, потом стена, потом эта башня, потом вот третья башня. И вот так потихоньку замок поднимается. Ну, конечно, этому предшествовали там проекты и так далее, и так далее. Вы-то уже здесь давно, а я страсть как хочу посмотреть на все это изнутри. Пойдемте. 19 лет я уже этим замком занимаюсь. С ума сойти. Нормально. Прямо настоящий замок. Фонари. Аутентичные. Сколько здесь вот, ну, земли вот так, ну, чтобы понимать? Значит, 95 на 85. Вот считаете сколько. Мама дорогая. И все это замчище, оно подсыпано. Давайте раскручивать эту историю с самого начала, потому что мне, как и телезрителям, будет вообще невдомек и непонятно, как можно прийти даже к мысли того, что у тебя когда-то в 21 веке будет замок. Вы помните вот тот переломный момент, день, когда вы приняли это решение? Все, беру замок, буду восстанавливать, буду вкладывать сюда всю душу и силы, и пройдет ни много ни мало в 19 лет. Здесь мы отмечали 30 лет по выпуску из школы. Ну, и зашел разговор о том, что вот башня разваливается, это все пропадает, историко-культурная ценность. Я предложил, что давайте встретимся и хотя бы наведем элементарный порядок. Слушайте, вы переплюнули абсолютно всех, кто когда-либо в жизни встречался с выпускниками. Обычно же как происходит? Встретился с выпускниками, проснулся, очутился в другом городе, например, да? Или в каком-то другом качественном виде. Вы после встречи выпускников проснулись обладателем замка? Ну, обладатель у меня не проснулся. Я, когда провели первый субботник здесь, подумал, ну ладно, давай-ка, у меня бизнес неплохой, давай-ка вот эту башню восстановим одну. Только одну и все? Одну и все. По одной и расходимся? И расходимся, да. Сначала нужен был проект, его нашли и скорректировали. Появились и инвентарные записи, в которых было подробно расписано, как выглядел замок. Повезло, что замок начали исследовать и производить раскопки. Поэтому инициативу Ивана Антоновича одобрили. Затянуло-затянуло. И по мере того, когда эта башня уже легла под черепицу, подключились волонтеры университета, БНТУ, архитекторы. Поехали, поехали, Иван Антонович, давай, давай, не останавливаться. Студенты помогали не только физически, но и с помощью знаний. В итоге у нашего реставратора на руках целых семь проектов башен Любчинского замка. И все для того, чтобы дело продолжалось. Вы чуть ранее сказали о том, что был бизнес у вас. Ну, и сейчас у меня есть этот бизнес. Я занимался международными грузоперевозками. Перед этим поработал начальником транспортного участка. Я бросил это все. И первые 10 лет я тратил на замок в среднем от 3 до 5 тысяч долларов. И мне это было тогда ненакладно. В месяц? В год. В год. В год. В основном эти деньги на что? Ишли на питание волонтеров, на покупку цемента и извести. Как вот это приобрести? Ну, кто-то заразится вашей идеей. Ну, кто-то захочет тоже что-то восстановить. Вы пришли куда-то. Здравствуйте, исполком. Я хочу купить замок. Как это было? В начальной стадии, когда я занялся этой башней, мне предлагали ее купить. Ну, вот стены не было в разрухе башни. Можешь купить за одну базовую, восстанавливая эту башню. Одну базовую? За одну базовую. Было такое. На замке должен быть один хозяин, один владелец. И если у меня будет башня, там у кого-то другая башня, третьего еще башня, на замке должен быть один хозяин. Поэтому я не согласился и решил работать бескорыстно, чтобы что-то сделать. Я не живу по такому принципу, что вот не решил я свои проблемы, семейные, квартиры, машина, все у меня есть, офис свой. Поэтому что-нибудь надо делать для своей малой родины, вообще для Белоруссии. Не владеть тем, во что так много вкладываешь, кто-то скажет, что это опрометчиво. Но когда узнаешь, что герой и родился здесь, все становится понятно. Живет Иван Антонович в Минске, но каждый год по три, а то и четыре месяца безвылосно живет на малой родине. Какой вид, а? Да. Признайтесь, вы ходите сюда в тапочках, в шортах, с чашечкой кофе? Часто, и не я один. Вот на этом месте всегда студенты, когда я провожу лагеря. Представьте себе, что за 19 лет я провел уже 76 лагерей студентов, в которых по 15, 20, бывает 30, было 100 человек на замке. Предлагали эту башню за одну базовую, вы не купили, потому что, ну, если каждый начнет что-то покупать, понятно, произойдет разрыв, раскол. Но вы столько сил, времени, ну, ничего скрывать, денег вложили в это, но это не ваше, абсолютно не ваше. И никогда вашим не станет. Да, никогда нашли. Все, что я притащил сюда, и местные жители что-то дали. Вот, допустим, туб, откуда он взялся? Из леса вестима. Распилили местные пилорамщики. Нашлись люди, которые сделали эти дубовые окна, нет у нас никаких пластика, все добротное из дуба. Помогают и местные жители, и все, кто чем сможет. Еще средства появляются из благотворительного фонда, который создал Иван. Но вот что здесь было в начале, еще в 2003 году? Руины той башни. Так, одной башни. Стены не было. Эта башня была под рубероидом, тоже вся в таком виде, разруха-то. Считай, не было. Да. Стены вот этой вот тоже не было. Вообще? Вообще, 60 метров не было стены. Здесь была свалка на этом месте. Мы, чтобы найти фундамент этой башни, пошли по фундаменту стены, там он сохранился, вниз на 5 метров, и только где-то уже ночью там зацепили вот фундамент этой башни. Основание фундамента этой башни, кстати, вот от того места, где мы стоим, вниз, это мы сделали, подняли фундамент на 12 метров. С ума сойти. Плюс вот эти вот 4 метра, это 16, нам осталось сделать еще 10 метров. Самая сложная работа. Огромный объем бетонирования, потом обложить камнем. Вы не представляете, сюда миксер приходил, каждый день мы поднимали этот фундамент по 30-40 сантиметров. А вот это? А вот это вот в этом году мы сделали, подняли на 4 метра. Сюда пошло почти 23 тысячи кирпича. А внутри, между стенами, у нас внутренняя стена идет в кирпич, внешняя в полтора кирпича, а внутри 70 сантиметров забутовано. Так вот кирпича битого, будто вот такого, ушла еще, наверное, 1015. Все это мы привезли, вот мой брат Геннадий на своем тракторе, сделал 15 рейсов. Мы разбираем одно строение, которое он нам дали за 6 километров отсюда. Вот перевезли. Кстати, кирпич этот мы проходили, сдавали на анализ, какие его качества, и он оказался не хуже современного 200-ки кирпича по качеству. Это экспертиза делалась, и нам никто сейчас не запрещает пользоваться, ну, брать этот кирпич для восстановления стен. Милые женщины, если ваши мужья откладывают ремонт, потому что нет времени, нет денег, а детская до сих пор не доделана, покажите им эту программу. Так, 46 тысяч кирпича. Это самый настоящий купол. Я никогда в жизни не видел купол настолько близко. Вот этот купол, это чистый ренессанс. Мы собрали его здесь. И планировалось, что башня будет уже готова. Ага. Но так как купол мы уже начали собирать, а денег не было, то мы решили доделать купол и продолжать башню. Он тут постоит еще годик. Кстати, высота его 13 метров. А почему куполы разные? Вот я вижу, это просто, ну, квадрат, да, у его основания это сколько, 9-12 уровней? Ну, 8 грани. 8 грани. Вот в разные времена строились эти башни, менялись стили. Ну, а вот это здание средней школы, в которой я учился, и которое было раньше палацем, дворцом, последние владельцы, которые были фельсфейны. Ух ты, пойдемте смотреть. Фельсфейны Никола Набоков тут родился. Вот это здание сейчас не используется. Используем его мы для проведения реставрационных и строительных работ. Вот посмотрите, например, в этой комнате, что у нас хранится. Это трубы, которые нам необходимы для того, чтобы устанавливать леса и строить башню выше. Здесь вот 12 лет назад мы заготовили дуб. Он будет использоваться для того, чтобы делать окна. Береза тут есть. Вот все это надо. В этой комнате что у нас хранится? Каркасы для свай, которые будут установлены между восточной и южными башнями. Это будет фундамент. Вот они уже ждут своей очереди, чтобы сделать фундамент. Уже какой четвертый год. Потому что денег нет. Реставрирование идет уже 20 лет. Сложно представить, что когда-то на этих местах были красивые залы, принадлежащие роду фальсфейнов. Но наш герой как раз и мечтает, что и это здание получится отреставрировать. Это один из проектов, который разрабатывали студенты. В частности, Академия художеств. В 2006 году они считают, что вот это здание должно быть вот таким. Интерьеры. А вообще по проекту архитектуры дома здесь планируется, чтобы было 45 мест для туристов, которые могут сюда заехать. Комнат 45? 45 человек, чтобы могли разместиться туристам. Понял. И два вип-номера, которые выходят на Налибовскую курсию. Ну и вот явно вот с такими кроватями. Да, да, да. Потрясающе. Ну пойдете посмотрим в класс, в котором я учился. Это здесь? Здесь, вот следующая комната. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Что сейчас чувствуете, находясь здесь в классе? В бывшем классе. Вот я никогда не думал, что когда-то вот мне придется восстанавливать это. А сейчас, когда я уже изучил все инвентаризмы, историю замка, знаю, что этот замок строил Ян Кишка, а я Ян Печинский, вот сейчас мучаюсь и восстанавливаю 16 века, что он понастроил. Продолжить дело Яна Кишки помогают и местные жители. Кстати, как раз сейчас с одним из них мы и познакомимся. Сейчас нам нужен портативный маленький подъемник. Вот мы с ним делаем. Вот знакомьтесь, Александр. За все, что может оставить тебя здесь в бесконечности, отвечает Александр. Самые опасные, самые такие, но вы смелый человек. Вы добровольно это все делаете? Моргните, если это не так. Мы вызовем вам помощь. Хорошо. Здесь у меня мать, 95 лет. Я ее досматриваю и здесь помогаю, Антонович. Я здесь родился лучше. Надо же восстановить, чтобы было красиво, чтобы приезжали люди. Как может тебя характеризовать как начальника? Ну, начальник хороший начальник. По десятибальной шкале насколько он суров? Нет, не суровый. Не суровый? Нет. Александр работает тут все 20 лет, что ведется реставрирование. И работу, и хобби, и реставрацию успевает совмещать. Есть чему позавидовать. Ну, а еще есть у Ивана Антоновича помощники помладше. Сколько вам лет, кстати? 16. Девчонки же есть. Тусовки, отдых, друзья, подружки, соцсети, кино, кинотеатры. Почему вы здесь? А мы тут обычно все время гуляем с друзьями. По улице гуляешь, скучно. А вот сюда пришел, вот посмотрел на нем. Ходил, посмотрел на замок. Я и телезрители очень хотим понять вас, как молодых ребят, которые обычно занимаются другими вещами, и это нормально. В этом нет ничего плохого. Вы, собственно говоря, зайдем сюда, ну, и приходите в свободное от волонтерства время. Но почему волонтеры? Чем это так привлекает? А потому что хочется восстановить. Тут же раньше мои родители были учили. Хочется сохранить историю. Чтобы жила история вечная. По сколько в день вам приходилось здесь быть, здесь работать? 3-5 часов. И как это было? Вот вы в школе, например, в первой смене отучились, там закончили все, пришли домой, бросили рюкзак, и вот с такими горящими глазами сразу сюда на стройку, или как это было? Нет. Мы приходили домой, делали уроки, и приходили помогать. Я вот представляю, сейчас посмотрят другие родители, не дай бог с ними будут дети вашего возраста, и дети, скорее всего, просто покинут дом, помещение, и переедут от родителей. Потому что на фоне вас, ну, просто все остальные какие-то негодяи, святые люди. Школьники и студенты – основные двигатели процесса. На Любчинском замке за 20 лет успели поработать примерно 3000 человек. Но есть у нашего героя друзья, и они сделали чуть-чуть больше. А именно, они поддерживают из года в год и вкладываются в замок не меньше главы реставрации. Василий, хочу тебя познакомить со своим братом, с его одноклассником, которые стояли у истоков вот этого. Если б не эти люди, то у меня бы, конечно, ничего не получилось никогда. Здравствуйте. Скажите честно, вы пытались его отговаривать? Как можно было договорить его, если же она в его душе сидела? И мы тут рядом. Первые годы были очень такие продуктивные в работе. И подключалось много Любчин. Ну, инициаторами основными были мы – Иван, я, Николай Федорович. Мы много тут там уложили труда. Ну, многие не отпалились. А потом как-то все в инициативу переняли студенты вместе с Иваном Антоновичем. Последнее время, особенно в этот году, пришлось много поработать. Василий, мы уже наговорились. Вот все люди заняты. Я бы еще поговорил. Ну, хватит, давайте маленько поработаем. Если у нас что, нам надо перевезти балочки, нам надо запустить бетонку проверить и посмотреть у Николая Федоровича, как, что мы будем точить вот под эту башню или у нас есть вот под бойницы уже готово. Начнем с лошадки, с коня, который является тоже нашим волонтером-участником. По доброй воле. По доброй воле. Ну что, пойдемте. Пошли. Представляю тебе водителя нашего и нашего волонтера лошадку по кличке Жук, который все эти годы работает и нам помогает. Вот Александр, водитель. Василий, приятно. Это транспортное средство. Василий. Вот твои помощники. Задача. Василий. Из палаца дворца перевезти балки к башне, которая у нас строится. Мы навес там будем делать. Ага. Я бы хотел до места работы добраться на такси, но в данном случае это лошадь. Пожалуйста. Сюда. Ага. А, ну так все просто. Коробка, автомат, климат-контроль, кондиционер. Все это есть. Ну, пошли. Вот. И пошла. Стой здесь и никуда не уходи. О! Где материалы? Да нас городских досками не возьмешь. Ничего тяжелого в этом нет. Если только досок немного. Так, вот так. Задвигай. Ну, работа мастера боится. А, уже? Ну что, на мельницу! Особенно приятно, что вот там внизу грязь, а ты и, главное, твои белые кроссовочки. Чистые. Пррррр. Ну? Надеюсь, ни одной доски не потерял. О! Ну что? Разгружаем. Опа! Есть контакт. Так. Так, сюда, да? Вот так, туда. Ага. Фух. Ну что, Иван Антонович, дело сделано. Тебе тепленько, я... Озял. Не очень. Вот смотри, из этих баночек будет делаться навес. Здесь вот постараемся. Так что, благодарю за работу, а теперь ты должен освоить бетонную мешалку. Бетонную мешалку. Да. А зачем? Для того, чтобы делать кладочный раствор, чтобы строить башню выше. Держи. А что такая короткая? Никто ж не рассчитывал, что ты такой длинный. Тоже верно. Что делать? Бетон делаешь. Вода залита, темент засыпан. Включаешь бетонку, засыпаешь песок и готовишь раствор. Ну что? Вперед. С Богом. Звук. Какой звук? Да. А какого цвета песок бросать? Любой. Любой. Всем шуфлею. Как передохнуть. Ну что, Иван Антонович, проверяйте работу. Так, минуточку. Нормально, Василий. Можешь приезжать в следующем году. Запах какой-то. Ты освоил уже профессию на бетонке. Да? Думал ли гадал, что придется столкнуться. Ну что, нормально справился? Нормально. А ты представь, целый день это сделать не одну бетонку, а каких-нибудь 50-60. Этот? Что у нас дальше? Дальше мы едем к мастеру. Ну что, совсем скоро мастер едет к мастеру? Все вперед. Пойдемте. Мы едем к нашему мастеру, художнику Николаю Федоровичу Пранько. А каково это работать с друзьями? У нас как-то вот все спокойно получается. Собираемся, принимаем какое-то решение, поспорили, поспорили, а потом реализуем. Казалось бы, только немножко проехал в хорошей машине, как опять нужно работать. Идем? Василий, вот тебе такое задание. Мы вот эту третью башню будем делать такие лестницы, как у нас уже сделаны первой и второй башни. Да. И вы видели там, где Балясино подъем у нас, такое яблоко. Да. Вот надо уже это яблоко делать. Николай Федорович, учи. Это наш будущий волонтер. Прошу резец. Так. Так, вот так. Я буду показывать. Я могу сейчас включать. А можно да, глянуть? Буквально одним глазком. Не то, чтобы мне страшно, но просто посмотреть, как маэстро это делает. Может быть, ученик превзойдет учителя. Такой же может быть? Может быть. Замахнулся я, конечно, нехило. Только вот своим делом Николай Федорович занимается уже почти 60 лет. Такого мастера вряд ли переплюнешь. Вот, видишь? Вот резец. А насколько его сильно выбивает обратно? Сильно? Нет. Нормально все работает. Так, ну и в общем, чем сильнее нажимаю, дольше держусь? Ну вот так, потихонечку, не торопяйся. Опа! Пошел процесс. Ясно. Так, нам надо сделать, ну, такую вот. Ну, делай овал. Ага, овал. А вот сколько по времени нужно от неоформленной буквально куска древесины до вот такого яблочка, как мы видели в замке? Ну, там максимум, для меня это минут 20 максимум. Серьезно? Да. Из просто чурки за 20 минут вы делаете яблочко. Вот все, что вы делаете, каждое яблочко, каждое изделие, это абсолютно бесплатно. Ну, по сумме, я и продаю свои изделия. Ага, но для замка это абсолютно... Конечно. У меня очень устала рука, это нормально? Это нормально, нормально, хорошо. Так, я натягиваю, и, опять же, совершаю те же движения. Вот так. Нажимать сильнее, да? Ну что? Ну вот. Вот и все. А мне жена говорит, что я без руки. Вот, что сделал. Оцените мой труд, пожалуйста. Как человека, который вот сейчас без преувеличений впервые в жизни... Четыре балла ставлю запрос. Это по какой системе? По системе пятизначных. А, фу, спасибо. А то я уже испугался. Четыре, это очень даже хорошо. Да, да, да. Все, тогда идемте в хату. Пойдемте. Мое яблочко готово. Николай Федорович уже очень звал в гости. Вы знаете, от такого предложения я не мог отказаться. И не пожалел. У него изделия из карельской березы и из ясеня. И даже шкатулка, которой уже более 20 лет. Ну, а сейчас, я так понимаю, что большинство из тех работ, которые вы делаете, будут так или иначе выставляться в замки. Это будут и какие-то лесеные... Да, и экспонаты будут, и все будут, потому что должен быть там как музей. Не жалко, как творцу потом расставаться со своим... Ну, что жалеть? Любая вещь, сделанная человеком, должна быть, ну, как бы, в народ идти. Шишкин собрал бы столько, чтобы нужно было построить склады. Но это все картины ушли в люди. Так должно быть. Написал картину, подарил. Спасибо вам большое. И пусть ваши работы как можно дольше радуют нас, простых людей. Здоровья вам. Спасибо большое. Спасибо. Иван Антонович уже очень заждался меня в одном месте. Зайти туда могут только те, кто поработал на славу. Или же это меня так мотивировали. Знаете, что особенно символично? Мы завершаем нашу сегодняшнюю программу в месте, в котором для вас все началось. Ведь это та самая башня, которую вы после бани, встречи выпускников, неважно, приняли решение реставрировать и заниматься. И той башней, которую вы не купили, хотя могли, потому что цена была более чем смешной. Но вы этого не сделали, потому что нельзя покупать такое. Нельзя покупать историю. Как не продается родительский дом, так не продается и историка культурной цены. Расскажите о ваших впечатлениях о сегодняшнем дне. Ну что, спасибо вам за то, что приехали, за то, что расскажете о наших подвигах. Да. Вот. Возможно, найдутся люди, которые отнесутся, пожалеют, я просто скажу, нас, потому что сейчас очень трудно. Спасибо вам огромное за этот день. Многое из всего того, что я делал, я делал сегодня впервые. Вы большой человек, и дай бог, чтобы у вас все получилось. Делаете вы большое и очень важное дело. Приезжай, покатаешься еще на лошадке, поместишь в раствор. Договорились. Спасибо большое. До следующих встреч. До новых встреч. Сегодня я понял, что на вопрос, что оставить после себя этому миру, наш герой нашел свой четкий ответ. Иван Печинский надеется, что если он покажет, что реально из руин возродить уникальный исторический памятник и сохранить его для будущих поколений, то таких примеров будет в нашей стране больше. Пусть у него это получится. Продолжение следует...